В общем, у меня есть вопрос, есть ли здесь люди, которые на проектах работают через pull request, то есть вы когда сделали код, ну как бы перед тем, как он попадает на продажу, вы его должны отревьюить, у кого так на проекте? Вот, а у кого бывают проблемы, что вот вы сделали pull request, а тот, кто его должен ревьюить, я не знаю, там, ребята из команды, team lead, кто-то не ревьюит его, не знаю, несколько дней, есть ли у кого-нибудь вот такие проблемы? Просто смерживаются, просто висит две недели, вообще не происходит, ну не две недели, ну пару дней, вот, здесь вообще людей не так много, но у меня, в общем-то, обратная ситуация, часто код должен ревьюить я, но люди обстоят, что код по ревьюю я, а я, как человек не очень организованный или очень неорганизованный, Этот код, ну, не ревьюю какое-то долгое количество времени, ребята обижаются, вот это все Вот, и мой рассказ будет про, из вот этих шести принципов Сергея, да, мой рассказ будет про простоту и про то, как Благодарение правильно ставить, просто Про то, как стимулировать просто Обязательно у себя, а и у других людей, которые ревьюют ваш код В общем, короче, я как человек не очень организованный, у меня pull-requests часто скапливаются, я их какое-то время не ревьюю, ребята на меня обижаются, и я придумал из этого выход Вот, я придумал и сказал, что теперь в том, что pull-request не попал клиенту, виноват не я, а вы Вы написали этот код, и это ваша проблема, ваша работа доставить этот код до демо, до клиента, до сервера, до продакшена То есть, это больше я за это не отвечаю, типа, не знаю, не смержили мой код, не надо мне на ретроспективе говорить, что это я не превьюил, теперь это ваша проблема Вот Ну, естественно, типа, у людей, ну, это сразу возникает, ну, как непонимание, типа, как это так, типа, ты же сказал, ну, не мержи без ревью, да, а теперь нас обвиняют, что, типа, мы не смержи Вот, ну, по тому, как я это говорю, что люди могут просто вообще не создавать pull-request или создавать pull-request и сразу же его закрывать между без всякого ревью Вот, но помимо того, что я решил обвинить их в том, что, ну, как бы, обвинить их в том, что pull-request не ревьюется и переложить всю ответственность на них Я еще, будучи хитрым человеком, придумал одно ограничение, которое, вот, не позволяет так, чтобы, типа, без ревью все-таки pull-request закрывался Вот, ну, есть одно ограничение, код должен быть хорошим Вот, и имея это ограничение, вообще, можно много всего придумать И, например, можно взять риск на себя и, ну, смержить задачи без ревью На самом деле, это, ну, супер хорошее решение Если ты написал пару строк кодов, ты в них 100% уверен, ты уверен, что ты там не накосячил, мерж, ну, типа, у меня вообще никаких проблем с этим нет Вот Но, ну, большая задача, скорее всего, так не получится сделать Ну, вообще, как бы, если ты достаточно ответственный человек, можешь брать риск на себя и мержить задачи без ревью Вот И все, что мне люди потом начали говорить, типа, ну, как же так, там, pull-request не мержаться, да, и как вот у меня, например, на проекте нет ревьюера Что мне делать? Вот Или там, вот, типа, у меня есть ревьюер, да, вот ты, Дима, должен меня ревьюить, да, но ты не ревьюишь, типа, ну, что за дела, как бы Поэтому, поэтому, типа, мой код там не показали на демо Вот И я назвал, сказал, что, типа, ну, так не прокатят, это все отговорки Типа, все равно вы должны были, короче, сделать это демо Ну, помимо того, что я вот это вот своим рассказал, ребята повозмущались И пришло время рассказать, типа, как это, ну, что делать со всем этим, как, короче, вот, ну, все же Типа, ты не ревьюешь, да, тут я заблокирован, короче, что ты мне вообще ерунду втираешь и ревьюи, пожалуйста Вот И я придумал, что с этим делать И вот, на самом деле, если ваш pull-request не ревьюют, ну, наверняка он либо большой У меня, ну, проблема моей неорганизованности Я открываю pull-request, вижу там, типа, плюс три тысячи, минус тысяча И я понимаю, что, блин, ну, это, типа, полтора часа Вот, либо я такой, типа, закрываю глаза, нажимаю approve, да, минута Либо это полтора часа, чтобы все это прочитать и понять Вот И я придумал для ребят, как они могут упростить мне жизнь Как вы можете упростить жизнь тому, кто вас ревьюет И придумал несколько, вот, ну, несколько решений, несколько принципов Вот, первая штука, это, типа, я называю это спросить как можно раньше Это до того, как вы написали код До того, как вы вообще, типа, создали pull-request Я вам предлагаю, как только вы взяли себе задачу в работу Передачу, ну, я не знаю, чем вы там пользуетесь Но вот, как только вы взяли задачу в работу Вы над ней думаете, придумали какое-то решение Не нужно, ну, не нужно программировать его Придите к вашей команде и скажите Ребята, я вот эту штуку планирую запрограммировать вот так Типа, ну, есть ли у вас какие-то там возражения Это уже поможет отловить какие-то проблемы Не доводить до плюс трех тысяч Которые потом придется убрать и переписать Вот, это поможет вам, вашему pull-requestу смертиться быстро А второе решение, я называю это Блин, я перепутал первое со вторым Но, в общем, рассказать, я рассказывал про Расскажите свои решения Спросить как можно раньше Это, типа, не писать код А если у вас есть какие-то сомнения по поводу реализации Спросите у ребят, что они по этому поводу думают Вот, но бывает так, что вот вы там пишете Какой-то рассказываете Вот я там планирую сделать так И это выглядит как будто, ну, в пустоту это все Вы бросили, никто вам не отвечает Вот, потому что иногда, если ваш рассказ слишком долгий Его тоже долго прочитать Я придумал, как и с этим бороться Я называл это, типа, покажите разные варианты решения Вот, на самом деле оказалось, что это супердейственный способ И это покрывает очень много реальных ситуаций Часто, когда ты думаешь над кодом Ну, у меня часто так бывает Что у меня есть пара вариантов решения Несколько вариантов решений, которые я могу использовать То есть я могу сделать решение одним способом Могу сделать решение другим способом И, ну, не могу выбрать Зато я могу взять эти два способа Даже это просто пример кода, да Спросить чат и устроить голосование В слеге можно под каждым сообщением Вставлять эти эмоджики И, оказывается, есть эмоджики там 1-2 И вот у нас очень часто суперпопулярный кейс Когда люди скидывают, типа, что лучше И, да, у нас там устраивается голосование А потом уже это, ну, как Стимулирует какое-то дальнейшее обсуждение Вот Еще одна проблема бывает так Что, ну, вдруг вы на проекте работаете один Или, ну, у вас там команда Ну, как-то, не знаю, не складывается у вас работа Или, не знаю, все ваши ребята в команде заняты И никто вас не может там поревьюить Я называю эту штуку Как этого, как этого, ну, избежать, да Используйте свои контакты Я называю это, используйте свои контакты Это значит, что, ну, если вы один на проекте, да То вам, типа, некому ревьюить, а код должен быть хороший Что делать? Блин, придите к ребятам из другой команды Придите к ребятам, кто у вас еще в компании работает Работает, покажите им код и спросите, что они про него думают У вас есть друзья Вот вы там, ну, здесь знакомитесь с ребятами Ну, вы наверняка как-то общаетесь В каких-нибудь там телеграммах, еще каких-то чатах Скиньте код им и спросите их мнение Вот, и так ваш код станет лучше Вот, но если вот эти четыре способа Ну, бывает так, что эти четыре способа не помогают И, ну, у вас на проекте есть темлид, который должен ревьюить А он не ревьюит Вот, есть супер-хардкорное решение Как, ну, типа, заставить его ревьюить Я называю его «Проведите за ручку» Вот, это значит, что вы берете этого вашего человека, темлида И назначаете с ним встречу Не знаю, отправляете им инвайт в календарь, который он, ну, все принимают инвайты Вот, и, как бы, день, ну, время, чем наступает Вы созваниваетесь, и все, у него уже нет выбора Вы на созвоне, вы как бы рядом сидите Вы, может, ну, как будто стоите с ним за спиной И, ну, над душой И заставляете его проявить У него нет выхода Он уже не может там переключиться на другую задачу Ну, никак он ваших уже плюс 3000 не избежит Вот, и, ну, вот такой, типа, парный ревью вам поможет, собственно, пройти это ревью Покажите ему, какой код вы написали И какие у вас там подводные камни Просто, вот, идите по файлам и рассказывайте, что там творится Спрашивайте, какие вопросы у него есть И отвечайте на них сразу Вот, этот способ работает 100% Он, ну, супер-хардкор, потому что куча времени на это тратится Но он, ну, 100% сработает В общем, чего я хотел сказать Если, ну, у вас нет ревью Или из-за этого задача не попало к клиенту В этом виноваты вы И если, ну, непрофессионально говорить Что, типа, вот, там меня не поревьюили Вот это все Это не профессионализм В общем, чего Помните про ограничения Код должен быть хорошим И плохой код может поставить там и команды, и клиенты, и проект Ну, если вы вдруг смешите плохой код То в будущем, там, не знаю У вас все начнет медленно работать Демо не произойдет Все сломается И, кстати, если вы спрашиваете о том Как мне лучше сделать какую-то задачу Часто это, ну, сразу показывает Что вам не все равно Какой, как проект вообще выйдет Как он получится И, короче, что вы хороший человек Там про хороший код На предыдущем слайде Ошибка в букве Нашла Я проигрываю Спасибо Там буква есть Поставить Подставляйте, да Поставляйте нам Давай, Саша Спасибо за это Вечер на стольки продолжается И у меня Вот этот подход Вызвал ощущение Что я вернулся обратно в университет И я догоняю преподавателя Проверьте мою лабораторную И я ухожу Мне так же работало Ну, нет, ну, то есть Ну, как это Пять минут Звонок Я догонял Сейчас пустыли Нет, нет С ноги не было Вот здесь Говорят Поревьюить код Через Комплимент Ревьюеру То есть Стром кода Ты понимаешь Что человек должен Выделить свое время И ты, как бы, такой Ну, не просто подходишь Уже несколько раз подходил Это было продолжение Моя история Он говорит Он говорит Пять минут Уже прошло У меня никто За перемен За работу На перемене не платит Ты говоришь Если деньги Ну, если Если вам Поскольку в деньгах Ну, то есть Как бы У меня просто возникли Вот эти вот ощущения От того, что Вот Есть один человек Которого Которому тебе нужно Втесаться куда-то В его график И Непонятно Как это сделать Потому что Ты студент Ну, то есть Просто Я делюсь своим Я могу рассказать Как у нас это делается Ну, то есть Я могу просто Я не очень понимаю Почему ты не раздашь В смысле Я понимаю Ладно Почему Нет, нет Почему ты не раздашь Какую-то власть Другим людям Которым ты доверяешь На самом деле Я вот Ну, это рассказываю Ну, как Немного В шуточном варианте Да Вот эти Принципы Да Я их как-то Поименовал Но вообще Смысл в том Что Ну, ребята Ну, помогайте Другим людям Ревьюить ваш код И Ну, вы можете Простить им Жизнь Значительно Сократить время На ревью Если вы будете Разговаривать с ними Заранее А не после того Как вы уже Напрограммировали Забили Типа А там Ревьюйте мой На тел Вот А разговаривайте Я знаю Как заставить Чтобы люди Ревьюили твой код Когда ты Ревьююешь Код другого человека Надо написать туда Побольше комментариев И не принимать Полреквест Как можно дольше Нет, этот человек Обязательно Придет в Проблема Реквест Проблема Проследования Проблема Проблема В том, что Есть только один человек Или несколько человек Которые смотрят У нас в команде Тоже Перекрос Рекрест На Код Ревью И Для того Чтобы Код Прошел Нужно Собрать Два лайка На GitLab И Там уже Не важно Есть какие-то Код Омнеры Например Пять человек Они В курсе Что происходит На проекте Но Есть два Или три Человека Которые Постоянно Работают С ними Надо Двоих Уговорить Подбить Саша Это все похоже На Форт Бояш Бороли Где Я Заложился На Семь Я С командой Тоже У меня Было Перекрасное Премьё Я Прошел Твою Стадию Когда У меня Восемь Человек Я Заложился На Себя И Они В день Присылают Мне По Шесть Пол Реквестов Я Очень Быстро Понял Что Это Гиблая Стратегия Что Надо Двигаться Дальше Первое Что Я Сделал Это Перекрасное Код Ревью Это Я Поставил Ограничение На Битбакете Таким Образом Что Пол Реквест Не Можен Смешен Без Друга Пруллеров Либо И Брал Себя В Пару Пруллеров Я Проверял И Мой Я Рандом Брал Корр Кроме Коммитера И Вместе с ним Проверял А потом Я Себя Исключу Оставил Два Пол Ревьюера Все У меня Команда Уже 4 года Работает Это Настолько Хорошо Она Не знает О том Что Нету Коммитера Выравниваясь Экспертиза Команда Если Ты Оставляешь Одного Кей Девелопера Который У тебя Или ты сам Тимберезон Стоишь И Как этот Стражник За Качество Кода То Команда Автоматически Думает А Ну вот он Великий Там Да А если Команда Начинает Проверять Все Сама То Люди Очень Быстро Тимберезон Становится Ответственным И Как-то Прожди Простанов Да Че У меня Первый вопрос Который у меня Возник Когда ты Рассказывал Про Свои Правила Я хотел спросить Почему не тесты На первом месте Тесты У тебя Первое Что ты написал Я честно говоря Чисто Сердечно У вас Все Очень Часто Скажут Не Ну Тесты Препознают Что Тесты Всегда Есть Они Тесты Тоже Нужно Ревьюить Полреквест Не имеют права Делать Без Тестов Никто Не делает Полреквест Без Тестов Но Тесты Тоже Нужно Ревьюить И Внимательно Их Читать Вот Там Тесты Все Не Покрывают Дима На самом деле Поднял Очень Интересный Вопрос Можно Мердж Ревью Если Код Хорош И Вот Практика Код Ревью Все Про Нее Говорят А Хорошая Она Плохая На самом Деле Вопрос Если Говорить Про Строителей Которые Окна Вставляют То То Человек Вставляет Окна И Ну То 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 Старается Окна Хорошо Подставить Хотя Написать Хороший Код И Хорошо Ставить Окно Просто Работать На продакшен Да Ну То 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 От И А Когда Человек Пишет Код То То Понятие Код Отсутствует И Когда Ну Кто-то Дима Преугает Мой Код Значит Я С ним Ответственность Разделю То Если Я Косяков Наделаю Ну Или Он Найдет Либо Еще Кто-то Найдет То То Получается Что Добавляя Ревьюеров Ты Ребятам Даешь Возможность Писать Код общаться между собой общаться общаться раньше чем больше вот это все большое обсуждение пол реквесте это уже плохо ты написал потом только начинаете это обсуждать как так вышло почему вы это не обсудили заранее ты же мог ну как рассказать всем про то как ты про свои решения как ты его запланировал но спросить кто что думает интегрируется не интегрируется мы так вообще делаем вообще во всем остальном приложении или нет вот и но казалось что научить программировать людей это одна задача научить их разговаривать и разговаривать много это просто вообще супер нерешаемая задача посложнее чем научить программировать хорошо спасибо большое